Добрый день. Ну, мы все время с вами говорим о том, как размножать и делить растения, поскольку сейчас лето и, соответственно, время самое, что ни на есть подходящее. Тепло, растения очень быстро укореняются и практически нет никакого отпада от этих деленок или от черенков. Сейчас хотим вам показать, как делить папоротники. Ну, собственно говоря, на примере вот этого микросорума мы вам покажем, как вообще делить вот такие корневичные папоротники. Значит, у нас папоротники очень растут все по-разному. Кто-то растет с одной точкой роста, там, как древовидные, например, или какие-нибудь там асплениумы, типа асплениума нидус. Какие-то асплениумы очень хорошо нарастают и дают деток. Значит, посмотрите, как вообще устроен папоротник. Вот у него вот такие вот корневища. Мы знаем, что у нас бывают те, которые растут так же, как, например, у давалий разных. На поверхности такие, эти самые корневища в виде таких лапок мохнатых. А здесь лапки не такие мохнатые, но вот они тоже вот так размножаются. Вот он вылез за пределы вот этой корзины. Что нужно сделать, чтобы из этой корзины его для начала вытащить? Давай ахиста покажем, что вот этот кусок, он очень хорошо в дальнейшем укоренится, просто его отрезаем. Вот туда поглубже врезалась ахиста. Это для того, чтобы черенок был побольше. Это значит, что он гарантированно укоренится. Если какой-то лист у нас мешает, вот этот лист у нас мешал. Ну, взяли и просто отрезали. Ничего в этом страшного нет. Вот сейчас еще все вокруг вот эти торчки обрежем. Ты не торопись, чтобы ничего не сломать. Здесь надо очень аккуратно действовать, чтобы вот эту вот конечную почку как бы не обломать. Понятно, что и так может укорениться, но чем она длиннее будет вот эта деленка, вот видите, здесь у нее и корни есть, и соответственно кусочек стебля, а именно корневище папоротника. Конечно, если растение растет в горшке, тут все проще. Как правило, он из горшка не вылезает, поскольку стенка ему не дает пластиковое вылезти. Но иногда бывает, что вылезает вот корневище в дренажное отверстие. Такие случаи тоже бывают, и их достаточно много. Не всегда, конечно, это удобно делать. Вот здесь вот вырезать достаточно сложно. Но если, допустим, вы не можете вырезать так, чтобы у вас получился черенок, ну просто уже отрезаем и выкидываем эту часть тоже. Такие случаи у нас тоже бывают. Главное не бояться, не бояться. Вот сейчас аккуратно будет вытаскивать, чтобы сохранить максимально листья. Но если опять-таки листьев не будет, то ничего страшного, растение точно так же пойдет в дальнейшем в рост, проснутся почки и будут новые листья. Но не листья, у папоротников это, конечно, ваи. Так что вот, вот вытащили. Молодые, конечно, держатся плохо, вот молодые листья, они как раз обломались. Вообще ваи и папоротник очень хрупкие, имейте это в виду. Или надо прямо уже чрезвычайно это все делать аккуратно. Но поскольку у нас все-таки растений очень много, то какие-то издержки бывают, мы так особо на это внимание не обращаем. Ну вот, теперь можно и папоротник извлечь. Вот корзина осталась у нас пустая. И вот что у нас получается. Вот такие старые листья тоже мы обрезаем. Но сейчас, когда хиста начнет его резать, то как раз это самое. Смотрите, теперь что она делает. Вот нашла примерно, примерно как можно поделить на две части. Давай пилим. Потому что даже ножом иногда бывает сложно разрезать. Там все так одревесневает, что делится это с трудом. Конечно, вы видите, мы перерезали какие-то корневища, но ничего страшного нет. Потому что вот уже сам папоротник нам подсказывает. Вот одна часть, вот вторая. Сейчас так и будем разрезать. Если нам надо что-то поделить сильно, допустим, какого-то растения у нас мало, то тогда мы, конечно, делим и на большее количество. Но лучше, если у вас нет такой потребности в дележке какой-то очень мелкой, конечно, растения лучше начинают и быстрее расти, если они поделены всего там на две части или на три. Вот это, конечно, закон вообще для любых растений. Ну вот еще получается две части. Вот таким образом. Видите, все в корнях здесь. У папоротника, конечно, этот папоротник, ну, не эпифит в полном смысле, но в принципе может расти и на корее, где угодно. Вот. И корневая система у него, она очень такая тонкая, но видите, прямо вот как мочалка. Вот. Так что вот такой кусок получился. Ну все, давайте теперь посадим один и покажем, как это будет выглядеть. Значит, для таких папоротников мы берем... Их можно сажать во что угодно. Раньше мы их сажали просто в наш грунт, который мы делаем общий для всех растений. Сейчас мы можем посадить, например, такой папоротник в торф с перлитом. Ну, в общем, любой субстрат. Вот. Ну, ахиста приготовила, она любит вот эту кору. Мы уже много раз ее показывали. Мелкая кора со сфагнумом. Вообще, чем более влаголюбивый папоротник, тем больше должно быть, например, мха в этой коре. Или же лучше посадить в торф с перлитом. Сейчас мы это тоже покажем. Ну, тут в зависимости от размера корзины, вот таким образом ставим, чтобы плотно прижать туда, чтобы не выпал, по крайней мере он, пока он не вцепится корнями. Вот. Ну, кору сильно, конечно, не утрамбуешь. Это субстрат достаточно рыхлый и достаточно легкий. Но, тем не менее, тем не менее, сейчас, когда мы подвесим папоротник, он же будет на цепочке, на такой. И, соответственно, там внутри просто горшок сам уравновесится, и он будет хорошо держаться. Конечно, если его поставить, например, на стеллаж, то может после полива просто накорениться в какую-то сторону или упасть. Ну, в общем, тут надо смотреть. Вот, сверху она кладет еще мох. Для чего нужен мох? Для того, чтобы сохранялось больше влаги. Потому что кору мы взяли сухую, прямо из мешка. А вообще очень хорошо, когда кору заранее готовят. И, соответственно, это ты что, для красоты насыпала? Нет, только когда заливаете, они летают. А, мох летает. О, вот, все, понятно. И сейчас давай еще один покажем, посадим в горшок, в торф с перлитом. У тебя там есть? Вот, тоже. Потому что, почему часть мы сажаем, естественно, в горшки? Очень просто. Вот в такой корзине можно держать растение только в зимнем саду. Вот, видите, вот сейчас она под собственной тяжестью, вот, уравновесится, и мы ее повесим на крючок. Вот так произошла эта посадка. А теперь давай вот какой-нибудь там помельче посадим в горшок. Так зачем мы сажаем в горшок? А в горшок сажаем для того, чтобы вы могли покупать и ставить это у себя в квартире. Потому что проливать такую корзину, конечно, ее надо таскать где-то в душ. Надо дождаться, чтобы вода стекла. А и после этого только повесить. Ну, и не всегда это выглядит красиво. В зимнем саду, понятно, это очень симпатично. А вот так в квартире это еще не каждому интерьеру подойдет. А нам надо с вами все-таки, чтобы и наши были любимые растения, которые нам нравятся. Ну, и в то же время они вписывались в интерьер. Значит, зачем они нужны? Ну, вот смотрите, горшок чуть-чуть больше, чем сама вот эта деленка. Потому что не нужно брать горшки намного больше для растений. Я это много раз говорила и говорю еще раз. И вот у нас торф с перлитом, вот он, или торф с песком, чем хотите. Или просто какой-то земляной субстрат, там любой универсальный грунт. Можно использовать для папоротников. Они прекрасно растут в любом грунте. Вот такой горшок уже, или если посадить в красивый горшок, можно держать вполне уже на подоконнике или где-то там на какой-то подставке рядом с окном. Потому что папоротники, не забывайте, тоже очень любят цвет. Конечно, после, после, вот, вот что получилось. Я так с гордостью показываю, как будто я это сажала. Вот, соответственно, после посадки надо очень хорошо растения пролить. Это очень важно. И чтобы они в первые там 5-6-7 дней не пересыхали, за этим надо следить. Потому что, естественно, корни еще не в землю не вросли. И растение фактически стоит, как букет в вазе. Поэтому, конечно, надо субстрат напитывать водой. Ну вот, вот так мы поделили микросором. Дальше будем показывать другие папоротники и другие растения. Потому что, понимаете, несмотря на то, что есть какие-то общие правила, нюансов очень много. Так что будем вас обучать всему. Ну и, естественно, увидимся вскоре снова. До свидания.